Пять лет назад мы с мужем отдельно отдыхали друг от друга, и вашему мужу понравилось. Не знаю, он еще не вернулся. Через несколько месяцев после знакомства, дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными? Даже не знаю как. Дети сейчас у тещи, а жена в отпуске. Человек идет по улице в одном сапоге, его спрашивают, что мужик, сапог потерял? Нет, нашел. Что нового? Жена мне изменяет. Ты не понял, я спрашиваю, что нового? Господин учитель, папа говорит, что мы произошли от обезьян. Происхождение вашей семьи меня не интересует. Какой институт принимает без вступительных экзаменов? В институт Склифосовского. Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир вечной молодости. Осуждались ли вы ранее? Да. В 1600, в 1750 и в 1895 годах. У вас вши есть? Есть. А чем вы их лечите? Они у меня не болеют. Вы будете платить пошлину? Нет, я все везу контрабандой. Девушка останавливает машину и просит довезти ее до города. Водитель говорит, сегодня уже восьмую женщину везу до города. А я не женщина, но так еще и не город. В бане Петька трет спину Чапаеву. Василий Иванович, майка показалась. Жена врачу, доктор, если хоть какая-нибудь надежда, в зависимости от того, на что вы надеетесь, мадам. Как правильно говорить? Срата стат или стата срат? Ответ. Если вы не умеете говорить правильно, говорите дирижопль. Что делать, если на вашу тещу напал тигр? Сам напал? Сам пусть и защищается. Что самое ценное в женском молоке? Тара. Где у женщины аппендицит? Как войдешь налево? Два яйца в кастрюльке. Одно другому говорит, смотри-ка, всего десять минут варимся. А уже такие крутые! Летят две утки, корова и лошадь. Одна и говорит, это надо же, вроде на север и юг летим, а все четверг. Твоя жена дома нет? Она на аукционе? Черт возьми! Сколько ты думаешь за нее получить? Сколько тебе понадобилось, чтобы научиться летать? Точно не помню. Ну, примерно семь-восемь месяцев самолетов. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не запишите, если он у меня одни известного солдата? Еще раз. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не запишите, если он у меня одни известного солдата? Звонок в дверь. Кто там? Джек-потрошитель. Дорогая, это к тебе. Девушка, можно вас на минуточку, а вы успеете? Колобка приговорили к расстрелу, поставили к стенке и говорят, Твое последнее желание. Только не в голову. Официант. Что это ползет по салату? Официант. Витамины, сэр. Едут в купе трое, знакомятся. Иван, Москвич, Грицко, Запорожец. Мамет, ГАЗ-24. Это Волга. Послушайте, вы у меня пятый раз покупаете билет, говорит кассирша мужчине. Да, но там на входе какой-то идиот их все время рвет. Как вы собираетесь отметить серебряную свадьбу? Минутой молчания. Мама, ты знаешь, где умер Наполеон? Где? На святой Елене. И таким гадостям вас учат в школе? Что ты такой грустный? Меня ушла жена. Я тебе сочувствую. Я не договорил, а сегодня вернулась. Разговор двух подружек. Знаешь, это так интересно, быть замужем за художником. Он рисует, а я готовлю. А потом вместе разгадываем, что у кого получилось. За что вы списали с подлодки? Я спал с открытым окном. Мадам, вы обладаете даром очаровывать мужчин. Даром? Во! И показывает фигу. Шеф, вы опять поссорились с женой? Спрашивает секретарша своего начальника, когда он утром входит в офис. Как вы догадались? Очень просто. У вас из спины торчит кухонный нож. Доктор, скажите, неужели целоваться в засос вредно? Да. А почему? Пломбы вылетают. Администратор гостиницы спрашивает молодоженов, в котором часу вас разбудить? В час три и в пять. В конторе у секретарши начались родовые схватки. Директор посылает своего зама срочно отвезти ее в роддом. Через некоторое время зам звонит шефу по телефону. Маша родила двойню. Мой умер. Ваш весит три с половиной килограмма. Ребенок никак не хочет уснуть, мать говорит мужу. Может, мне спеть ему что-нибудь? Ну, зачем сразу так, отвечает муж. Попробуй с ним сначала по-хорошему. Бабка приходит на прием к врачу. Бабушка, вы беременны. Вот чертовы внуки. Сначала расскажи, потом покажи, а потом дай попробовать. Официант, не взяли немного устриц свежих, вкусных, хорошо очищенных, не очень крупных и охлажденных. Можно, конечно, вы только не уточнили вам с жемчужиной или без. Скажите, пожалуйста, какое сегодня число? Зачем вы спрашиваете? У вас же в руках газета. Так это же вчерашняя. Жена говорит мужу. Я уже не знаю, как штопать твои носки. Дырка на дырке. А ты их к туфлям пришей. Дорогая Нора, воскликнул молодой человек. Ты все, что у меня есть на свете. Боже мой, что случилось? Неужели ты разбил свою машину? Встречаются в небе два облака, одно другому. Отольем. Скорая? Тут человек под асфальтный каток попал. Адрес, где он лежит? Проспект Ленина, 21, 23, 25. Из протокола собрания. Говорили, за жизнь в конце состоялось голосование. За. 39 человек против 16. Я укладчик парашютов. На мою работу никто еще не приходил жаловаться. Парень приглашает девушку танцевать. Можно вас? Можно, но сначала давайте потанцуем. Состоялся всемирный конгресс женщин. На повестке дня стояли три вопроса. Первый. Все мужчины сволочи. Второй. Носить нечего. Третий. Разное. Почему ты ходишь только на поминки и никогда не бываешь на свадьбах? Потому что на поминках никто не спрашивает, а ты когда? Жена перелистывает записную книжку мужа. А что это у тебя за новый телефон появился? Спрашивает. Она ревнила. Дура. Это стоимость авиабилета от Москвы до Хабаровска. Сидит мужчина в парикмахерской. А на него собака уставилась. Он спрашивает парикмахера. Почему она на меня так смотрит? Иногда вместе с волосами уши падают. А она их обожает. Два приятеля беседуют о жизни. Мой дом настоящий рай. В каком смысле? Я отдам жена Ева, теща змея. Мучают ли вас эротические сны? Спрашивает психиатр. Почему мучают? Спрашивает клиент. Летит по лесу ворона в каске. Не смешно? Зато про войну. Доктор, на что жалуетесь? У меня ноги чернеют. А вы их мыть пробовали? А что, помогает? Сынок, не ходи каждый вечер на дискотеку. Оглохнешь. Спасибо, мама. Я уже пообедал. Дорогая, обращается облысевший сердцеед к юной красавице. Что я должен дать вам, чтобы добиться вашей любви? Наркоз. В отделе кадров. Как долго вы работали на последнем месте? Восемь лет. А почему ушли оттуда? Объявили амнистию. Встретились два друга. Слушай, сколько ты даешь за мою жену? Да нисколько. Договорились. Встречаются два грузина. Эх, Ваной, если бы ты знал, как это тяжело потерять жену. Знаю, Гоги, знаю. Практически невозможно. Корреспондент берет интервью. Вот вы, инженер, кандидат наук, мать двоих детей. Как же вы стали валютной проституткой? Даже не знаю. Просто повезло, наверное. Приходит мужик к телятелье, приносит телевизор. Вот сижу вечером, смотрю телевизор, в ушах гвоздиком ковыряю, и вдруг бац! Звук пропал. Армянское радио спрашивает. Что такое тютелька в тютельку? Армянское радио отвечает. Точно мы не знаем, но что-то из интимной жизни лилипутов. Женщина подбегает к длинной очереди, спрашивает. Что дают? Кристи. А это лучше драпа. Не знаю, еще не пил. Знаете, как привести в действие польский парашют? Он открывается автоматически при ударе о землю. Вопрос. Что мужчины делают стоя, женщины сидя, а собака подымая одну лапу? Ответ здороваются, но мы догадались, о чем подумали вы. Ты мне своей мини-юбкой весь вечер испортила, а ты мне своим мини-членом всю жизнь. Едут двое в трамвае, сидят напротив, молчат. Один тяжело вздохнул, второй, а вы думаете, у меня тещи нет. Одна дама подходит к другой и говорит, скажите, вам никогда не говорили, что вы похожи на Брижитт Бордо? Нет, никогда. И правильно. Жена мужу, тебе не удастся меня отговорить. Я все равно брошусь с балкона. Не хочу жить с таким бабником. И перестань меня подталкивать. Ты знаешь, как легче всего убить осу? Нет. Загони ее под шкаф и отпили ножки. Что было раньше, яйцо или курица? Раньше было все. Коля, почему ты не пришел на нашу свадьбу? Из-за двух слов. Каких? Не пригласили. Спрашивают русского туриста в Турции, правда, что в России дураков много? Правда. Но мы их больше турками зовем. Вот женишься, сынок, тогда поймешь, что такое счастье. Да? Да. Но будет поздно. Иван с Марусей занимаются любовью. И с ее стороны ноль эмоций. Иван спрашивает. Марусь, у тебя хоть матка-то есть? Нет, я круглая сирота. Двое в кровати. Вань, во мне есть хоть что-нибудь хорошее? Да. Но скоро выну. Анекдоты политические. Так называется новая глава. Анекдоты политические. Шесть основных противоречий социализма. Первое. Нет безработных, но никто не работает. Второе. Никто не работает, но план выполняется. Третье. План выполняется, а в магазинах ничего нет. Четвертое. В магазинах ничего нет, а у всех все есть. Пятое. У всех все есть, но все недовольны. Шестое. Все недовольны, но все за. Является ли коммунизм наукой? Нет. Если бы коммунизм был наукой, его сначала попробовали бы на собаках. Ленин говорил, в партии есть только три настоящих коммуниста. Ульянов, Ленин и я. У Ленина спрашивают, лучше иметь жену или любовницу. И жену, и любовницу. Жене говоришь, что пошел к любовнице. А любовнице говоришь, что будешь у жены. Самому же можно забраться на чердак и учиться, учиться, еще раз учиться. Никогда не думал, что ЦК подложит мне такую свинью, сказал Ленин в марте 1953 года. Воскрес Ленин, это... После того, как Сталина поместили в мавзолей. Воскрес Ленин и сразу направился в пивную пообщаться с пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают и не обращают на вождя внимания. Что, товарищи, не узнали меня? Вань, гляди, червонец. 1930 год. Рабинович приходит к Рэбе. Рэбе меня заставляет вступить в колхоз, а я не знаю, вступать или не вступать. В этот момент вбегает невеста, отталкивает Рабинович и обращается к Рэбе. Скорее, я прямо со свадьбы. Сегодня первая брачная ночь. Рэбе, скажите мне, в рубашке ложится или без рубашки? В рубашке или без рубашки все равно тебя трахнут. И к вам, Рабинович, это тоже относится. Идет партсобрание. Парторг. Абрамович, почему вы не выступаете? У вас что, нет своих мыслей? Почему же есть? Так почему же вы молчите? Я с ними не согласен. В аду переизбирают секретаря парторганизации. Предложили одного длинноволосого, бородатого. Рекомендуют, потому что в теории подкован, он дает себе самоотвод. Не гожусь для текущего момента. Почему? Во-первых, почти всю жизнь я прожил за границей. Во-вторых, у меня жена дворянского происхождения. В-третьих, я еврей. Из задних рядов. Имя? Назовите имя, бородатый. Карл, Карл Маркс, вытащил детка колхозную репку. Посадили детку за репку, бабку за детку, внучку за бабку, жучку за внучку, кошку за жучку, а мышку посмертно реабилитировали. В колхозе была объявлена лекция о любви со слайдами. Вечером клуб заполнен до отказа, и есть четыре типа любви, начал лектор. Первый — это любовь между мужчиной и женщиной. Второй — это любовь между двумя женщинами. Третий — это любовь между двумя мужчинами. А вот четвертый тип — это любовь к нашей партии. Вот о нем и будем сегодня говорить. Товарищ Иванов, давайте слайды. Сталину доложили, что обнаружился его двойник. Расстрелять приказал Сталин. А может, сбрить усы, товарищ Сталин? Хорошая мысль. Сбрить усы и расстрелять. Заявление генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Сталину И.В. от гражданина Рабиновича И.М. Заявление. Прошу расстрелять меня по собственному желанию. 15-го, 5-го, 1937-го года. В концлагере сидят американец, француз, англичанин и русский. Приходит эсэсовец. Сейчас мы вас расстреляем. Но так как мы гуманная нация, то можем выполнить последнее желание каждого. Один попросил на последнее желание возлюбленную, другой стакан виски, третий еще что-то. А русский говорит, дайте мне пинка под зад, да посильнее. Удивились, но дали пинка. Он ударился об стенку, отлетел, выхватил у охранника автомат и всех немцев перестрелял. Выходите, братцы, на свободу. Его спрашивают, почему же ты раньше так не сделал, если мог. Нам, русским, пока по жопе не надают, мы ничего сделать не можем. На следующий день после смерти Сталина в ворота рая начали ломиться черти. Куда лезете, нечистые? Спрашивает святой Петр. Вчера к нам прибыл товарищ Сталин. Мы первые беженцы. Армянское радио спрашивают, сколько человек управляют советской страной? Полтора. Вечно живой Ленин и полуживой Брежнев. Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку. Дорогой Леонид Ильич слушает. Брежнев выступает по телевидению. По Москве распространяются слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Заявляю ответственно, это клевета. На самом деле вместо чучела возят меня. Из сообщения по радио. Сегодня в Кремле товарищ Брежнев принял израильского посла за французского и имел с ним дружественную беседу. Первый день Пасхи приезжает Брежнев в ЦК. Идет по коридору, навстречу ему кто-то из сотрудников. Леонид Ильич, Христос воскрес! Спасибо, отвечает Брежнев. Идет дальше. Второй сотрудник встречает его. Леонид Ильич, Христосе воскресе! Спасибо. Мне уже доложили. На пресс-конференции. Господин Брежнев, вы говорите, что страна на пути к коммунизму, а между тем народу нечего есть. А никто в дороге кормить не обещал. Самый страшный сон Брежнева на Красной площади. Чехи китайскими палочками едят мацу. Леонид Ильич обращается к внуку. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Генеральным секретарем. Постой, а зачем же нам два генеральных секретаря? Рассказывают, что когда американцы высадились на Луне, Брежнев вызвал в Кремль наших космонавтов и сказал, «Американцы на Луне! Нужно их переплюнуть, мы решили послать вас на Солнце!» Космонавты заволновались. Мы же там сгорим. Вы что же думаете, в правительстве сидят дураки? Вы полетите ночью. На подоконник открытого окна кабинета Брежнева опустился Карлсон. «Ты что такой?» Спросил Леонид Ильич. «Ты что, не узнал меня? Я Карлсон!» «Откуда Карлсон? Какой такой?» «Карлсон!» «Ну как же, я Карлсон, который живет на крыше. Вы что, про меня не читали?» Брежнев задумался. «Постой, постой, Карлсон! Ах, Карлсон! Как-то я сразу не узнал! Кстати, а где твой друг Энгельсон?» Выступает Брежнев. «Товарищи, по Советскому Союзу ходят слухи, что я люблю получать всевозможные ордена и медали. Это неправда, товарищи!» «Недавно я отказался от высшей награды республики Магабулы золотое кольцо в нос!» Брежнев выступает перед рабочими. «Товарищи, скоро мы будем жить еще лучше!» «Голос из зала, а мы...» «Что будет, если Брежнева проглотит крокодил? Он две недели будет срать орденами!» «Два стряка встретились в трамвае. Слушай, а я тебя помню!» «Чего ты помнишь?» «Да мы вместе зимний брали. Ты еще на ступеньках упал, за пальто зацепился, и винтовка в сторону полетела. Было такое?» «Да вроде было. А как ты меня узнал-то?» «Да как же, по пальто и узнал!» «Чем отличается курс доллара от курса рубля?» «Штурманам!» К Ленину заходит секретарь. «Владимир Ильич, вам посылка пришла из Красного Креста». «Детям все детям!» «Владимир Ильич, там презервативы!» «Презервативы?» «Богоколоть и отдать меньшевикам!» Брежнева вводят по художественной выставке и дают краткие пояснения к картинам. «Хорошая картина!» — роняет генсек время от времени. «А это, Леонид Ильич, врубель!» «Хорошая картина!» «И недорогая!» Покупатель спрашивает продавца. «Товарищ, у вас лезвие есть?» «Нет!» Покупатель ушел, а другой продавец спрашивает. «Почему ты так сказал? Ведь у нас лезвий полно!» «Если он назвал меня товарищ, пусть бреется с серпом!» «Слышали, в нашей стране будет теперь новый герб Амур. Почему?» «Раздетый, разутый и вооруженный до зубов!» «В школе!» «Файнштейн, Буберман и Иванов по матери! Завтра не приходите! Будет арабская делегация!» «Мама, а что такое красная икра?» «Это такие красные шарики с серпом и молотком?» «Не помню!» «У грешника на небесах спрашивают. Ты в какой ад хочешь, капиталистический или социалистический?» «Начал грешник выбирать. Пошел в капиталистический ад и спрашивает у других грешников. Сколько у вас здесь варят?» «Как и положено, восемь часов. Пошел в социалистический. Сколько у вас здесь варят?» «Круглосуточно! И как вы выдерживаете?» «До нас еще ни разу не варили. То дров нет, то котлы испорчены, то черти пьяные». «Сообщение ТАСС. Сегодня в 9.00 после тяжелой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей». «После похорон Черненко в Кремле раздается звонок. Алло, вам генсеки не нужны? Вы что, товарищ, без ума, что ли? Да, и без ума, и старый, и больной». «Сообщение ТАСС». «Вчера в 18.00 китайские войска силами четырех дивизий при поддержке танковой авиации перешли советско-китайскую границу и напали на мирно пашущий советский трактор. Трактор шквальным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом восемь самолетов, уничтожив 30 танков и до тысячи единиц живой силы противника. После этого он выпустил крылья и улетел. «Можно ли построить коммунизм в Израиле? Зачем такой маленькой стране такое большое счастье?» «В КГБ приходит человек. У меня улетел попугай. Если он прилетит к вам, имейте в виду, что я его политические взгляды не разделяю». Сообщение ТАСС. «Вчера в Черном море столкнулась с айсбергом и затонула американская подводная лодка. Команда айсберга награждена орденами и медалями». «Приметы времени. Матч по легкой атлетике СССР-США. Бегут двое. Американец и наш». Победил американец. Советские газеты сообщили. В беге на 100 метров советский спортсмен пришел одним из первых. Американский бегун был предпоследним. «Вань, а Вань, что такое встречный план? Ну, как тебе, Маня, объяснить? Вот, скажем, ты мне говоришь, давай, Ваня, два раза сегодня, а я тебе встречным планом нет, Мань, давай три. Хотя мы оба знаем, что даже одного толком не выйдет». «Общее собрание у колхозников. На повестке дня два вопроса. Первый — ремонт сарая, второй — построение коммунизма». Представитель колхоза говорит, в связи с тем, что нет досок, переходим сразу ко второму вопросу. «Вовочка приходит из школы домой. Папа, дай рубль. У нас собирают деньги в помощь голодающим в Гваделупе. В Гваделупе нет голодающих, — отрезал папа и не дал рубль. На другой день Вовочка говорит папе, — нам сказали принести по рублю в помощь пострадавшим от засухи в Гваделупе. В Гваделупе не может быть засухи. На следующий день Вовочка заявляет папе, — дай рубль в помощь компартии Гваделупе. Папа вздохнул и протянул сыну трешку. Если в Гваделупе есть компартия, значит, там есть голодающие и засуха. Возможно». В армянском радио пришел вопрос из Америки. В армянское радио. «Сколько получает советский инженер?» После долгого молчания армянская радио отвечает, — а у вас негров линчуют. Один американский журналист спрашивает нашего, — почему у вас дефицит со спичками? Наш журналист отвечает, — у нас спичек не хватает, потому что мы едим много мяса, а зубочисток не выпускают. Что такое не стучит, не рычит и не царапает пол? Ну, это советская машина для стука, рычания и царапания пола. Спросили нашего и японского рабочего, — сколько часов в день они работают? Японец ответил — шесть. Два часа на Японию, два часа на хозяина и два на себя. Наш рабочий сказал, — а я работаю только два часа на себя, потому что хозяева у нас нет. И нахрена мне еще работать на Японию? Американец приезжает из СССР домой, друзья спрашивают, — Джон, ну как там? О-о-о, это долго рассказывать, объясню в двух словах. Есть там праздник Великого Октября, но справляет его в ноябре, и вот так у них все. Что это за очередь, — спрашивает иностранец. Масло дают. О, дают, у нас только продают. А что это за очередь? Ботинки выбросили. Какие, вот эти? Да, и у нас такие выбрасывают. Культурный обмен. Мы им, Ростропович Солженицына-Нуриева, а не нам прах Шаляпина. Надзиратель в тюрьме заключенному, прежде всего вам нужно принять душ. Какой стати? В приговоре об этом не сказано. Слушай, что-то тебя в последнее время не видно совсем. Где ты работаешь? В КГБ. Но это между нами. А что же вы там делаете? Занимаюсь недовольными советской властью. А, а что, есть довольные? Есть, но ими занимается ОБХССС. ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. ОБХСС. Встречаются два врага перестройки. Ты работаешь? Работаю. А что делаешь? Ничего. А сколько платят? Ну, брат, за такие деньги можно еще немного и вредить. Потерявший зрение, американский миллионер написал письмо племяннику в СССР и попросил его приехать для помощи в ведении дел. Племянника вызвали в органы и предлагают. Напишите дяде, чтобы ликвидировал свою фирму, перевел деньги сюда и ехал к нам, мы его здесь обеспечим. Простите, вы не поняли его письма? Он же не сошел с ума, он только потерял зрение. Перед репатриацией из Израиля в СССР армянин договаривается с оставшимися братьями на Западе, что если в СССР хорошо, то он напишет письмо обычными чернилами, а если плохо, зелеными. Без некоторое время приходит от него письмо, написанное обычными чернилами. Все отлично, получил квартиру, работаю, все в порядке, все в изобилии. Если есть недостатки, то мелкие, так, например, трудно достать зеленые чернила. Американец закуривает на Красной площади, к нему подходит милиционер и объясняет жестами, что курить, дескать, нельзя. Американец гасит сигару, о, я понимает, аэродром, аэродром. Вопрос, должен ли коммунист платить членские взносы со всех взяток? Ответ должен, если он честный коммунист. Летит над русской землей трехглавый змей Горыныч. Первая голова кричит «Гласность», вторая голова надрывается «Перестройка», а третья голова не отстает «Демократия». А жена его, старая Горынычиха, смотрит на небо и вздыхает. Опять ночью депутатов наелся. Новое объявление в метро. Демократов просят отойти от края платформы. Правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда, но выдавать их будут по телевизору. Письмо рязанского рабочего в редакцию газеты «Правда». Уважаемая редакция, я слышал, что в Африке люди недоедают. Так нельзя ли все, что они недоедают, нам присылать? Какой урожай будет в этом году? Средний. Хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем. Вопрос, на который армянское радио не смогло ответить. Если все страны станут социалистическими, то где мы будем покупать зерно? В Агропром пришло письмо. Для выполнения продовольственной программы в нашей стране прошу обменять меня на мешок канадской пшеницы. На лекции. К концу пятилетки у нас будет по 10 килограмм мяса на человека. Простите, здесь плохо слышно. Вы сказали «ка» или «ке». Не понял вопроса. «На человека» или «человеке». Где больше всего хлеба в Советском Союзе? В котлетах. Что такое плюрализм? Это когда тебя посылают на, а ты идешь куда хочешь. Поймал эстонец зайца. Принес его домой и говорит жене «зажарь мне зайца». Жена масла нет. Ну тогда свари его. На чем варить-то? Газа нет. Ну тогда засоли его. Потом съедим. Соли нет. Рассердился эстонец. Как швырнивает зайца в окошко. Заяц скачил, стряпнулся, да как зарет. Да здравствует свободная Эстония! Эстония! Ночь 1991 года. Украинская деревня. Дверь одной избы с треском открывается. В комнату вваливается немец и кричит «Бабка! Млекко, яйки, курка, шнапс!» Испуганная бабка. Да ты что, оглоед! Мы этого сами давно не видели. Глупая женщина! Это все я тебе привез! Как будет выглядеть человек коммунистического будущего? У него будут маленькие руки, так как он ничего не будет делать руками, за него будут работать машины. У него будут маленькие ноги, так как он не будет ходить, а только ездить, плавать или летать. У него будет маленький живот, так как он будет питаться высококалорийными пилюлями. У него будет очень большая голова, так как он будет очень много думать Думать, как достать эти пилюли Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов на 1920 году Ленин, ничего не понимаем Луначарский, ничего не понимаем Это были последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве Когда Господь Бог собирался создать землю, то заранее запрограммировал, что в XX веке в России будет править КПСС И решил дать Бог людям России такие три качества, как ум, честность и партийность Но тут вмешались ангелы-архангелы, ты что же ты делаешь, о Боже Такие три качества и простым смертным людям хватит им и двух С тех пор и повелось, если человек умный и честный, то он беспартийный Если умный и партийный, то нечестный Если честный и партийный, то дурак Соратники Ленина были большими шутниками Они любили писать и расклеивать по столице объявления типа «Продается дойная корова», «Плиту лапти недорого» или «Продается самогон» И везде указывали кремлевский адрес Ильича Вот и тянулся к Ленину народ нескончаемым потоком В матросской тишине разговаривают два таракана Лукьянов-то своему целыми днями лирику читает «Повезло рыжему», — вздыхает другой «А меня Крючков каждый день в разведку посылает» Там же таракан подходит к Крючкову и спрашивает Это бывшему руководителю КГБ в Советском Союзе После этого восстания ГКЧП, после якобы переворота Он оказался в тюрьме Значит, таракан подходит к Крючкову и спрашивает «Товарищ Крючков, разрешите жениться?» «А ты ее хорошо проверил?» «Все чисто, наша муха советская в туалете редакции правда работает» Новый раздел книги называется «Одесский юмор» Старый еврей с сыном смотрит футбольный матч по телевизору «Автор гола Гершкович», — объясняет комментатор Отец говорит скептически «И ты думаешь, они этот гол засчитают?» Что такое идеальный секс, по мнению еврейки? Это когда и у мужа, и у нее одновременно болит голова Абрам садится в такси и видит на счетчике 10 рублей «А это что еще такое?» «А это за посадку» «Нет, шеф, так не пойдет» «Разгоняй, я на ходу впрыгну» 2001 год В Санкт-Петербурге осталась одна еврейка Аврора Крейсер Рабинович проходит мимо здания на Лубянке На дверях табличка «Посторонний вход воспрещен» «Ха! Можно подумать, если бы они написали «Добро пожаловать», так я бы туда пошел» Утопающий кричит «Хелп ми!» На набережной стоит одессит и наблюдает Подходит второй и спрашивает «А шо он кричит?» «Помогите мне!» «Пока вся Одесса училась плавать» «Ха! Он учил английский язык» Встречаются два еврея Один спрашивает «Слушай, Сема, ты знаешь, кто это по национальности Мао-Дзэдун?» «Не может быть» Сара просит у продавца нетоптанную курочку Тот долго роется и достает синюю-синюю «А вы уверены, что она нетоптанная?» «Мадам, кто же на такую синюю полезет?» «Мендель, у вас идет горячая вода» Мендель открывает кран и пробует рукой воду «Идет, только она холодная» «Засуха!» К Рэбе приходят евреи и хуторяне И просят совершить чудо, чтобы пошел дождь «Нет, — отвечает Рэбе, — чудо не будет, Ибо нет в вас веры в Господа Но почему же, Рэбе, если бы вы действительно верили в Бога, То пришли бы с зонтами?» В Одессе открыли, наконец, публичный дом Рабинович решил зайти Смотрит одни русалки Рабинович обращается к администратору «А нельзя ли это с ногами?» «Нельзя! Сегодня у нас рыбный день!» Две одесситки ругаются «Ах ты, старая курва, вторая с обидой! Причем тут возраст?» В горах Рабинович провалился в пропасть Падая, ухватился за какой-то чахлый кустик Повис и кричит «Боже, спаси меня! Боже, спаси меня!» С неба раздается голос Бога «Отпусти руки!» Рабинович, я боюсь голос с неба Я кому сказал отпусти? После некоторой паузы, Рабинович Скажите, а там, наверху, есть кто-нибудь еще? «Умных мужей не бывает, — заявляет Ментель Почему? Умные просто не женятся» Сына Исю взяли в армию Вся семья расстроена, переживает, места не находит «Как он там, бедный Изя?» Отец решил написать письмо на радио «Уважаемая передача! Служу Советскому Союзу! Нашего Изю взяли в армию, прошу передать для него песню «Бери шинель, пошли домой!» «Знаешь, Фима, я со своей женой заключил очень выгодные пари И если вечером не прихожу домой в обещанное время, значит, проиграл Отдаю ей сто рублей А если очень поздно придешь, или, к примеру, вообще утром тогда скандал В том-то и выгода моего пари Она тут же вскакивает с постели и радостно кричит «Проиграл! Проиграл!» И Рабинович жене «Страшная дороговизна! Что? Дороговизна страшная! Где? На рынке! А в магазине? В магазине ничего нет! Все же дешевле!» «Сара мужу Абрама, оказывается, то, что мы с тобой двадцать лет принимали за оргазм Называется астма» Узнав, что нет директора, Мендель ушел с работы на час раньше Придя к себе домой, он увидел директора со своей собственной женой И тут же вернулся на работу «Хорошенькая история!» — говорит он додику «Наш директор чуть ли было меня не застукал!» «Из Тбилиси в одном вагоне едут пятеро грузин и пятеро евреев Пятеро грузин купили пять билетов, пятеро евреев купили один билет Заходит в вагон контролер, грузины показывают билеты, евреи бегут в туалет и закрываются Контролер стучит в дверь, дверь приоткрывается, ваш билет, высовывается рука, подает билет «Все в порядке, спасибо!» Дальше делают пересадку, грузины покупают один билет, евреи ни одного Едут в поезде, заходит контролер, грузины бегут в туалет, евреи за ними Стучатся в дверь, ваш билет! Открывается дверь, высовывается рука с билетом, евреи берут билет, бегут в другой конец вагона, в другой туалет У еврея гости, все сидят за столом, едят хлеб Жена из кухни, а браша, куру заносить? Еще рано, гости кушают хлеб Немного погоди, а браша, куру заносить? Нет, гости кушают хлеб И в некоторое время, Сара, неси куру, гости съели хлеб Сара приносит курицу, ставит на стол, и та начинает клевать хлебные крошки В Израиле не любят Евгения Онегина Вы подумайте, Ленский устроил ему вызов, а он его застрелил Хаим, ты слышал новость? В зоопарке родился слоненок А как это отразится на евреях? Изя, когда мы поженимся, у нас будет трое детей Откуда ты знаешь? А они сейчас живут у моей мамочки Доктор спрашивает одессита, что вас беспокоит? Деньги и женщины, их у меня нет, а здоровье, как у быка Моня, ты помнишь, у Абрамовича лет тридцать назад На кухне висела картина Джаконда Ну и что из того? Как что? А теперь она висит в Лувре В школе маленького Рабиновича спрашивают Где работает твой папа? В проституции Что ты такое говоришь? Ну да, уходя на работу, он всегда говорит Опять иду в этот бордель А мама ему И хоть бы эти курвы хорошо платили Сидит старый еврей, на пепелище сгорел дом И жена, и дети Сидит старый еврей и плачет Идет мимо сосед Что случилось? Да вот дом сгорел Надо же, какое горе А жена где? И жена сгорела Ох, какое горе А дети где? И дети сгорели Какой ужас Но вообще, как дела? Приходит молодой человек к Равину Рэба Я только недавно женился Но совершенно не представляю себе Что нужно делать с женой Равин популярный Объяснил ему Тот поблагодарил И убежал Но вскоре возвращается И с ужасом Рэба А если получится, двойня Иди, иди Специалист Встречаются два дисситант Ты знаешь, кто такой Исаак Ньютон? Нет А кто такой Аврам Линкольн? Тот же нет Я знаю, потому что каждый вечер Хожу на лекции Молодец Теперь ответь мне Ты знаешь, кто такой Хайм Абрамович? Нет, а кто он? А это тот, кто ходит вечерами К твоей жене Пока ты шляешься по лекциям Слушайте, Мендель Почему вы третий раз Попадаетесь на кражи Обращается к подсудимому судья Как это понять? Я знаю Наверное, еще плохо ворую Скажите, пожалуйста В этом ли доме живет Мюллер? Да, на третьем этаже Его фамилия Фогель Абрам, я слышал Твоя дочка выходит замуж Да, выходит Понемножку Месячковый богач еврей Отдал своего туповатого сына В учение к Миламеду Через неделю Заходит к Миламеду И спрашивает Как идет учение? уже разучиваем поминальную молитву. Зачем? Я пока что умирать не собираюсь. Э-э-э, чтобы вам жить столько лет, сколько он будет учить поминальную молитву. Ну, если после этого останутся тараканы, говорит Хаймович, глядя на догорающий дом, то я уж не знаю, что делать.